Привет! В этом видео мы быстро, даже очень быстро рассмотрим, что такое RIG самолета и вообще, что такое RIG. И это система управления. Если есть у нас какая-то модель, в данном случае самолет, это просто геометрия, она никак особо не управляется. Если мы выделим какую-то часть, я могу ее подвинуть, но это отдельная часть, отдельный фюзеляж. Я, конечно, это все могу вместе сгруппировать и как-то двигать, но все равно это просто одна группа, которая может как-то вращаться, перемещаться, масштабироваться, но ничего больше. У нас нет вращения винта, его тоже нужно как-то отдельно выделять, все его детали, группировать или еще что-то с этим делать, чтобы это можно было анимировать. Так вот, когда мы создаем RIG самолета, мы создаем его систему управления. И вот тут эта система управления уже создана, и мы можем видеть, что появились вот такие проволоки какие-то вокруг всей модели. И эти проволоки это именно такие специальные, ну, кривые, которые создаются, и к ним уже привязываются отдельные части геометрии, но не только привязываются, а также настраиваются всякие дальнейшие удобные штуки, которыми можно анимировать этот самолет. Например, если мы хотим сложить шасси здесь на простой модели, мы должны как-то взять вот так вот сложить одну часть, потом выделить другую как-то, а она вот так вот повернулась. В общем, это точно неудобно. И когда у нас есть контроллер, вот эти проволочки, мы выделяем шасси и просто, точнее, выделяем контроллер, и шасси складывается. Вот то же самое, если мы возьмем этот контроллер, мы сможем регулировать колесо. Сейчас единственное, что оно включено в режим полета, если мы выберем контроллер, вот здесь даже есть режимы, у меня полет наставлен, я поставлю посадка, и теперь я могу вот этим контроллером делать выше-ниже, чтобы шасси как-то опускалось, поднималось. Ну, конечно, можно его тащить очень далеко, это тоже можно ограничить, чтобы не вытаскивалось слишком далеко. Давайте включим режим полет и рассмотрим, что еще есть. Например, здесь закрылки, если мы захотим как-то их вращать, вот как они вращаются, они просто отлетают от самолета. Это точно неудобно. Здесь же мы можем взять отдельно закрылки, например, вот эти, и повращать их, и они красиво поворачиваются так, как нам нужно, их можно анимировать. И также, когда здесь, например, мы выделяли какую-то часть, мы видим все каналы в Channel Box, и это очень неудобно. И аниматорам неудобно работать, и анимацию создавать так неудобно. И когда мы это делаем с контрольными элементами рига, да, с контроллерами, мы видим только один параметр, Rotate. Мы не можем вращать по другим каналам, мы не можем перемещать вообще или масштабировать. Все, разрешено только одно какое-то действие или несколько действий, но именно те, которые нужны. Также, если мне нужно сдвинуть куда-то весь самолет, я могу его взять, повернуть за вот этот контроллер, который вокруг самолета, поднять. Еще как-то повернуть. И вот он у меня уже развернут и готов лететь. Если мне нужно сложить шасси, опять же, я могу это сделать вот так. И больше 85 градусов, например, мне даже не дает повернуть шасси, чтобы они были так. Вот. И если я хочу, я также могу активировать здесь автоанимацию. Она тоже создается в процессе ригинга. И в данном случае у нас есть винты, обороты. Если я нажму сейчас воспроизведение, давайте включим Time Slider. И давайте включим еще Range Slider. Они у меня только что спрыгнули, но я их вернул на место. Вот они снизу. Time Slider и Range Slider. Я нажимаю воспроизведение, и ничего не происходит. Но вернемся в начало. Выделим контроллер самолета и скажем, что обороты винта, допустим, 50. И мы нажмем воспроизведение. И вот у нас вращается винт. Если мне нужно, чтобы это было медленнее, напишу 20. И вот он уже медленнее вращается. Напишем 10. И он еще медленнее вращается. В общем, мы можем управлять скоростью. И нам не нужно это вручную как-то анимировать. Потому что созданы специальные выражения или экспрессионы, которые и вращают винт. Также сам самолет. Во время полета он не держится идеально ровно. Он во время полета немножко ходит по сторонам. Как-то может быть немножечко-немножечко вращается со стороны в сторону. Когда летит какая-то на нем есть турбулентность. И это можно, конечно, делать все вручную, анимировать. Но также легко и просто можно написать выражения, которые будут его анимировать. И мы скажем, что у нас есть частота турбулентности. И давайте увеличим. Здесь на 5. Амплитуда тоже на 5. И у нас появится... Включим. И у нас появилось движение. И уже самолет немножко двигается по сторонам сам автоматически. Также мы можем сказать, что частота турбулентности вращения, не только перемещения, но и вращения у нас тоже будет. Давайте тоже зададим 5. И теперь самолет будет не только перемещаться со стороны в сторону, но он еще будет немного двигаться. Да, и вращаться. Вот. И у него уже появилось вращение. Если мы хотим, чтобы это все было значительно сильнее. Например, мы скажем 10. И вот у нас уже и амплитуда увеличилась. И как будто самолет летит в какой-то буре. Может быть и сильный ветер, и его сильно таскает по сторонам. Вот. Опять же, если нам хочется, мы можем увеличить частоту перемещений. Давайте сделаем ее 20. Вот. И его уже начинает сильнее трясти. Но это, возможно, уже не так реалистично выглядит. Ну, в общем, все это управляется. И вот именно это и является ригом самолета. Система управления. И при помощи этой системы управления мы можем удобно управлять самолетом. Удобно управлять машиной, персонажем. Именно это и есть ригинг. Именно это и есть риг. Вот. Это все, что я хотел сказать о том, что такое риг самолета. А также я хотел еще рассказать о том, что у нас есть курс, на котором вы можете создать именно этот риг самолета. Для этого вам нужно зайти на cgterian.eu, на этом сайте вы найдете вот этот курс, он называется Rigging 3D самолет, он стоит всего 555 евро или 333 рубля, заходите на эту страницу, здесь 5 часов видео уроков, все четко, подробно расписано, рассказано, показано, даются модели самолетов, готовый риг дается и чистая модель без рига, чтобы вы могли начать с нуля. И вот здесь весь список уроков, которые можете посмотреть, ознакомиться и самостоятельно создать такой риг. На этом все, всем хорошей и интересной учебы и счастливо!